Начнем с Локомотива. Счет был 1-5. По итогам этого матча и поражение спорта в Ливерпуле было такое впечатление – это наш уровень, что нас так громят. Я с тобой согласен полностью. Я сам, честно говоря, не думал, что Локомотив не выберется с удачной игры, но чтобы достойно выступить дома, я думал, но получилось, честно говоря, то, что я говорю. Это позор. Это лидер чемпионата России. Не надо об этом забивать. Представляешь резонанс в Европе? Кто следит за нашим чемпионатом и скажет, что если Локомотив проигрывает у себя дома «Атлетико» или «Барселуза» или «Барселуза», то есть какая разница. Играет дома. Да, проиграть можно, но почему нет? Атлетика сильнее. Но опять же. В независимости ни от чего. Ребята, вы играете дома. Вы знаете, что вы играете с одной из сильнейших команд Европы и сильнейшей команды Испании. Организуйте оборону. Тренер у вас хороший. Наверное, от вас этого и требовал. Но проигрывать на своем поле пять – я с тобой согласен. Вот наше истинное лицо нашего футбола. Говорить здесь больше нечего. Чтобы об этом говорить, надо целый учебный урок посвятить. Не хочу. Но проявите характер. Как вчера, например, проявил характер ЦСКА. Нет вопросов? Конечно, нет. Давайте про ЦСКА. У всех считали, что у ЦСКА мало шансов. ЦСКА не просто уделал, а удел сильный. И очень приятно. Ведь все-таки и состав у них сколько лет не меняется. Но команда есть, и она без особых усилений остается в конкурентоспособность. Это просто какой-то феномен. Ну, потому что там серьезные ребята. Я не говорю по мастерству. Это отдельная история. Там серьезные выходят ребята. Ну, сыграем, проиграем так проиграем. Не проиграем. Вчера они показали характер. Зубы. А когда Леон вроде хотел что-то там сделать, они им не дали. Они на всех участках футбольного поля какое-то противоядие применили из ЦСКА. Что могли, то и делали. Ну, за это громадное спасибо. Ну, молодцы. За счет характера. Ну, и где-то еще, честно говоря, и мастерства. Некоторым футболистам хватает. Были отдельные хорошие моменты. Я благодарен ребятам, что они приехали. Я на них не ставил, открайно говоря. И в последнем интервью тебе лично я говорил, что если помнишь, Локомотив «Зенит» проиграет. Локомотив «ЦСКА» проиграет. Да. А «Зенита». Вчера получилось все наоборот. Потому что я аплодирую таким. Я рад, что я ошибся. Рад. Абсолютно рад. Молодцы ребята. А почему не похвалите ребят, которые полностью отдались игре. И так далее. Да, много можно говорить там ошибались. Это можно говорить до утра. Табло показывает результат. Они сейчас прилетели в Москву. И я, и руководители команды «ЦСКА» должны просто ребят поблагодарить. Они сделали все, что можно. Можно говорить, что «Леон» сыграл неудачно. Что и так далее. До утра можно говорить. Ну и что ж. Вот нечего даже и сравнить. «Локомотив». Во-первых, «Локомотив» подпортил себе страшную репутацию. И я не думаю, что это идет на пользу команде. Мне кажется, что громадная ошибка Семина, что он не потребовал от игроков самодачи. Громадная его ошибка. Потому что это может напрямую повлиять на результат тех игр, которые им остались в Тернице России. Не хотелось бы этого, но это может быть. Это может ударить бумерангом так прилично, что мало не покажется. Это мое мнение. Про «Зенит». Ну тут, конечно, первое дело – это травма Кокорина. Давайте с нее начнем. Насколько для «Зенита» это большая потеря и большая ли потеря для сборной России? Ну, и для «Зенита» потеря, и для сборной России потеря. Ну, как я говорил все время, что вот так вот мы готовимся к сезону. Задние поверхности рвутся, кресты рвутся. Между прочим, это какой по счету футболист с крестами? Я, честно говоря, со счета сбился. Ты понимаешь, в чем дело? Просто футболисты не готовы. Они опережают события, а это чревато. Вчера Кокорин лишний раз показал, что на ровном месте он получил очень серьезную травму и пропустил переста мира. Понимаешь, в чем дело? Сегодня я наблюдаю за некоторыми футбольными баталиями. То же самое, за задней поверхности хватаются ребята просто на ровном месте. Это говорит о том, что идут интенсивные, помимо игр, занятия, тренировочного процесса. И мышцы устают. И зима. Плюс зима. Плохо человек разогрелся. Здесь много причин. Но во всяком случае я настаиваю на том, что наши футболисты, в принципе, многие не готовы к большим физическим нагрузкам. Вот от этого такие тяжелые, очень тяжелые травмы. Понимаешь? Да. И вот про Кокорина такая мысль. В начале сезона практически в одиночку «Зенит» тянул вперед. Если бы не было его голов, неизвестно бы на каком месте «Зенит» был. И вот сейчас «Зенит» без Кокорина эта команда еще более слабая. Но если я назову «Зенит» сейчас середняком, я буду неправ? «Зенит» команду, которая меня абсолютно не успокаивает, не наводит на какие мысли. Я не вижу там команды. Я не вижу работы тренера. Это мое личное. Ты понимаешь? Я вижу нервотика тренера. Настоящий нервотик. Я вижу, что состав команды абсолютно не упакован хорошими мастерами. Я вижу команду абсолютно среднего пошива. Что мы хотим от «Зенита»? Надо признать это. Надо всем признать, что селекция была признана безобразно. Безобразно просто. Поэтому то, что говорят там мальчики, иногда такие есть позывы. И судьи виноваты, и это, и то. Но это уже первое, что может говорить тренер, который, честно говоря, по-моему, слабенький. По-моему, тренер слабенький. Много у него опломба, много всего, кроме работы, которую он обязан показать. Во всяком случае, он завалил «Зенита» все, что можно. Завалил так, а он все проиграл. Поэтому прямая, например, обязанность руководства «Зенита» – с ним попрощаться. Мне так кажется. Потому что воправлять положение, тем более без Кокорина, на первенстве России, мне кажется, нечем. Во-первых, там ничего нет. Там нет игроков, с которого лидера. Там был какой-то полулидер, если можно назвать Кокорин. Сейчас и его нет. Кто там, чего там, как они будут играть. Поэтому я тебе еще раз хочу сказать, но это опять же, это мое. Я вижу глазами пока еще нормального человека, что «Зенит» – это команда, которая в таком составе, в таком исполнении ни на что не претендует. Поэтому еще буду Кокорин. А выводы пускай делают сами болельщики.